Привет, девчонки! Я долго думала над тем, стоит ли снимать это видео или нет, но в конце концов я решилась. Я закончила образование на электрико и хочу поделиться с вами кое-какой информацией, которую я приобрела в процессе обучения. У меня был модуль, который назывался дизайн освещения и я наконец-то для себя поняла, почему бывает такое, что я иду в магазин выбирать, допустим, подводку под помаду и в магазине мне кажется, что я нашла просто два продукта, которые идеально друг другу подходят. Это вот любовь навеки, но когда прихожу домой, то выясняется, что подводка на три тона темнее помады, если я еще там лак купила, то он вообще не того цвета. Почему это происходит? У меня был модуль, который назывался дизайн освещения, если я тоже упомянула, и там нам показывали такой эксперимент. Вот. Было выключено освещение и преподаватель подсвечивал предметы разного цвета. Вот я поставила предметы разного цвета перед вами. И в этой лампе были диоды зеленого, синего и красного цветов. Дело в том, что когда все три цвета эти горят вместе, то наш глаз воспринимает это как белый видимый цвет. У меня лампа диодная небольшая, вот такая, и в ней тоже диоды этих цветов. Сейчас я выключу освещение и включу эту лампу. И мы можем наблюдать, как меняются или как выглядят различные цвета в разной комбинации, в разной подсветке. На этом же модуле я узнала, что в неоновых лампах находится до пяти, ну, смесь газов, в которой до пяти вот этих разных газов. И прямым текстом было сказано, что ребята, когда речь идет о дизайне освещения для торговых помещений, то мы должны выбирать вот эти трубки люмисцентные, да, с теми оттенками или вот теми смесями, где превалирует красный цвет. То есть каждый из этих газов дает свой какой-то там определенный оттенок. И надо для магазинов выбирать такие лампы, которые имеют красный потон, да. Теперь мы обратим внимание, как выглядят предметы разных цветов. Вы видели там все цвета есть, ну, как бы зеленый, желтый, голубой, синий, два, как бы один алый, другой, как бы малиновый, да, белый и серый. Вот красный момент, и мы видим, что фактически все цвета, кроме красного, теряют свою интенсивность. То есть светлые цвета превращаются в красный, красный очень ярко подчеркнут, все остальное, вот там синий, зеленый, все становится каким-то невнятным серым, да. Вот, вот такой момент, да, обратите внимание, вот зеленая и синяя катушка выглядят практически черными. Ну, про серый, серый так и остается серым. То есть что происходит, когда мы выбираем помаду, находясь в магазине, а как, ну, как правило, вот эти стеллажи с декоративной косметикой находятся в самой глубине торгового зала, да, подальше от окон, подальше от источников естественного освещения. Ну, и получается, что все пигменты, которые входят в состав помады или карандаша, или, ну, что мы там пробуем, делятся на вот эти две группы. То есть то, что можно подсветить красным цветом, эти пигменты становятся более интенсивными, мы их воспринимаем как более интенсивные, да. Все остальные пигменты приглушаются. И таким образом, вот все цвета, вы нам, может, обращали внимание, вот бывает, вот красную помаду выбрать очень тяжело, да, потому что вот мы делаем один мазок, второй мазок, третий, пятый, десятый, и выясняется, ну, или как бы мы видим, что все эти помады, все эти продукты как бы одного цвета, да, нам кажется, что... А в чем же разница? А когда мы выходим на улицу с этими сводчами на руке, то, о, ну, вообще-то немножко разный оттенок, да, то есть там мы уже в естественном освещении мы можем увидеть разницу. То есть, да, девчонки, вот такой заговор против нас, то есть, ну, там речь шла не только о магазинах косметики, а вообще вот дороговых площадях как таковых, но там целый заговор, да, что красный цвет является привлекательным, там целое исследование маркетологов, там бла-бла-бла, в общем, это подталкивает нас совершить импульсивную покупку. Ну, там о косметике даже не говорилось, потому что, ну, вся группа мальчики, да, они таких страшных слов не слышали, как подводка, там, или контур и так далее. Вот, поэтому о таких нюансах там не говорилось, но, в принципе, ну, вывод сделать несложно, да, что вот она, где собака порылась. Вот, поэтому, ну, в принципе, ни для кого не секрет, да, там говорится, что девочки вы носите на, ну, подходите с этими мазками, подходите с вот этими всеми пробничками к источнику естественного освещения, то есть к окнам, да. То же самое касается, допустим, тоналки. Бывает, что вот там на щеке или на шее намазали, вау, ну, мой цвет идеально, да, а что, то есть там куча вот этих коричневых, оранжевых подсветок, а оно все сливается в один цвет. То есть вот эти все пигменты, все вот эти, ну, какие цвета, да, у нас в тоналке, то есть вот эти все составляющие цвета могут просто приглушаться вот этим красноватым свечением. Мы его не видим, нам кажется, что свет белый от этих трубок, но, ну, вы сами вот сейчас видите, да, как по-разному цвета выглядит. Вот, я надеюсь, что эта информация вам поможет. Пока-пока.